добрый день дорогие зрители православного портала экзегет и позвольте вас сегодня поздравить с новым годом ну вы сами понимаете что этот очередной новый год является таким вот еще одним старым новым годом которых у нас скопилось такое большое количество в православной церкви и мы поздравляем друг друга с новым годом имеем такую счастливую возможность ну прямо скажем намного чаще чем даже раз в полгода на самом деле трудно сказать когда именно человек должен отмечать новолетие вот наша нынешняя традиция как мы знаем которые почему-то вот связывает празднование нового года самым наверно таким темным самым беспросовим беспросветным временем года когда ночь наиболее длина продолжительные темна когда стужи сковывает эту землю может быть именно в это время человеку нужна какая-то новая надежда надежда на то что он увидит эту новую весну порадуется пасхи воскресенье у христова и снова увидит зеленую молодую травку листву получит тот урожай который еще осенью может быть виде семени вложил эту землю то есть конечно определенная своя такая логика в том что мы празднуем новый год зимой она безусловно присутствует хотя как мы знаем это перемена празднование нового года у нас на руси имеет не такую уж продолжительную историю связано с тем что император петр первый перенес дату этого празднования с привычного в сентября на на тот момент еще совершенно непривычные в этом отношении январь но тем не менее этот праздник нового года который мы отмечаем встречая первое января очень как-то глубоко успел запечатлеться в сознание наших современников в особенности в продолжении достаточно долгого советского периода когда в значительной степени новый год подменил собой рождество хотя как мы знаем многие древние даже может быть большинство древних каких-то таких традиционных религий и обществ привыкли отмечать новый год наступление нового года весной ну или на грани смены зимы и весны в самом начале весны это тоже конечно за этим стоит такая очень понятная древняя логика земледельца которая начала вот такие делать отчисления каждого очередного года следуя в этом отношении за природой до появляется новая свежая трава опять одевается листую деревья оживает вся природа животные приносят начинают приносить при плод или начинают заботиться о том чтобы этот при плод был принесен и таким образом происходит вот такое явное зримое обновление природы поэтому например и китайцы отмечают свой новый год вот где-то тогда когда в китае происходит да вот эта грань между зимой и весной но и по китайским понятиям это хотя этот график этих смен привязан к лунному календарю то он на зачастую выпадает на февраль ну там связи с климатом конечно и наступление весны приходит несколько не в то время когда у нас еще даже и не думают таять сугробы но это понятно и объяснимо что касается наших древних церковных традиций то и здесь мы видим что в соответствии с тоже такими весьма древними еврейскими календарями и традициями лет и числения новый год у нас в древности начинался весной весной его отмечала и славянское население будущие руси и на ближнем востоке именно весна всегда являлась началом нового года по тем же причинам о которых мы только что уже говорили поскольку в это время ежегодное обновление природы ежегодное обновление окружающей всей его действительности становится настолько очевидным что в общем то это не может не броситься в глаза в особенности это конечно заметно в таких пустынных районах ближнего востока которым которых довольно много было и на святой земле в палестине где после вот этого сезона зимних дождей начинали вдруг ярким таким вот цветением наполняться даже прежде совершенно казалось без бесплодные желтые коричневые вот эти каменистые песчаные пустыни и вдруг они все покрывались эти склоны покрывались нежной зеленой травкой пускай ненадолго обновлялась давно пожухшая желтая трава природа праздновала новый год вне зависимости от того даже что об этом думал человек ну а человек в общем то чаще всего как мы видим в этом отношении следовал за природой не случайно что в в каком-то смысле наш и церковный новый год он тоже связан с вот этим весенним обновлением именно вот это такая очень важная духовная часть года как великий пост и пасха они задают ритм вот этой смене новогодние смене нового богослужебного года это та смена которая привязана к лунному календарю та смена которая связана с еврейским древним еврейским исчислением времени поскольку у евреев календарь был луны то и все даты отмечались по этому лунному календарю а соответственно в отношении нашего нынешнего солярного года солнечного они имели такой подвижный характер они все время перемещались вслед за изменчивыми циклами луны поэтому нельзя сказать что однозначно например месяц авив в которой совершается празднование пасхи приходится на апрель он тоже достаточно подвижен но как правило большая часть дат как раз таки приходится на апреле хотя в таком тоже каких-то таких древних традициях все-таки началом нового года если привязывать его вот так более жестко из лунного календаря к солнечному традиционно являлась первое марта 1 марта в древности отмечали новый год и на руси и славяне отмечали и вот по понятиям получением древнееврейских книжников сотворение мира то есть начало времен имела свои вот такой вот точкой отсчета именно начало марта но тем не менее сейчас мы испытываем такое безусловно некое новогоднее в каком-то смысле настроение именно тогда когда совершаем празднование пасхи пасха это духовная весна которая обновляет и наши души и всю нашу богослужебную жизнь на пасху меняются начинается отсчет нового круга приходящих праздников то есть тех которые привязаны к лунному календарю а соответственно вместе с этим начинается и смена так называемых церковных глазов столпов глазов как вы знаете я думаю многие слушатели об этом осведомлены богослужебная жизнь православной церкви она строится на восьми напевах так называемых глазах и каждую неделю поется очередной глаз начиная с первого и заканчивая восьмым вот эти восемь недель в течение которых пропевается все восемь глазов и называются столпом глазов и вот в течение всего последующего года от пасхи до пасхи вернее от недели всех святых до недели всех святых которая наступает спустя 50 дней и еще одну неделю после празднования пасхи вот происходит постоянная смена этих столпов глазов вот этой системы осмогласия которым привязаны все переходящие даты вот все вот эти даты имеющие отношение к лунному календарю откуда же взялся вот этот странный старый новый год который мы отмечаем первого сентября он на самом деле имел примерно такое же отношение в древности к церковному летоисчислению какое сейчас имеет празднование нового года в январе новый год в сентябре являлся начатом года гражданского того гражданского лета и через исчисления которым пользовалась древнее римское государство там в римской в римском государстве в римской империи вот эта последовательность светских лет она начинала исчисляться осенью что тоже имеет свою определенную логику поскольку осень это тоже в своем роде какая-то такая итоговая черта каждого года не зря у нас существует такое выражение цыплят по осени считают вот этих самых цыплят и не только их жители римской империи начинали считать прямо по этой поговорке с началом осени осень это естественно время в которое собирают урожай это венец года в которой можно судить о том насколько этот год был удачен для земледельца сумел ли он напомнить наполнить свои закрома пополнить свои запасы обеспечить себя в достаточной степени пропитанием для того чтобы провести еще одну суровую зиму все это становилось понятно осенью ну и понятно что естественно осенью наступала эпоха такого изобилия ну когда уж не праздновать как и не осенью поэтому в эти дни люди одевали на свои головы венки которые изображали как раз таки вот это плодородие за которое они благодарили уходящий год и наступающий новый естественно они могли проводить это время в каких-то таких вот этих осенних пирах уже осенью поспевала молодое вино шла уборка винограда можно было расправиться с прошлогодними запасами вина если у кого-то еще они оставались ну и вообще само изобилие природы предлагала прекрасный повод для того чтобы совершать какие-то такие празднования и поздравлять друг друга с празднованием сбора урожая с таким вот подведением итога очередного земледельческого года ну к этому радостному времени администрация римского государства ну в общем-то считал необходимым добавить и свои такие организующие ноты знаки и сигналы не поэтому в римском государстве в это время именно 1 сентября начинался так называемый новый индикт или индиктион этот самый индикт или индиктион это было как бы объявлением о начале сбора очередных налогов первоначально еще во времена императора диоклетиана эти налоги собирали зерном затем выстроилась такая система налогообложения когда налоги стали собираться с всевозможных и жителей римской империи подвластных и народов и племен различными металлами железом бронзой золотом и серебром и чтобы ну каждый год не проводить такую дорогостоящую в общем-то компанию как сбор налогов которые естественно тоже требовал определенных сил и затраты средств даже хотя бы на тех чиновников которые этим занимались то этот сбор налогов проводился один раз в пять лет но тем не менее начала вот этого налогового года вот этого такого светского финансового лета исчисления в римской империи служила как раз таки 1 сентября ну и естественно что церковь послушная по заповеди земным властям тоже всегда как-то уважала почитала эту дату и поскольку солнечный год римской империи начинался с 1 сентября с 1 сентября начиналась начинался и отчет тех праздников которые имели четкую привязку к определенному дню в солнечном календаре это те праздники которые называются неподвижными не переходящими поэтому если у какого-то святого или у какого-то праздноваемого события была определенная дата имеющие отношение не к лунному а к солнечному месяцу ну который мы с вами прекрасно знаем и которыми сейчас пользуемся то вот сентября начинался очередной круг совершения этих праздников и к сентябрю в конце августа он как раз таки получал свое завершение за весь вот этот вот индикт за весь вот этот круг годовой мы совершалась годовая память всех святых и всех каких-то великих празднуемых событий для того чтобы закончится в августе и снова сентября начать вот это новое движение и вся сложность богослужебного устава православной церкви она связана именно вот с этой необходимостью совместить богослужение построенное одновременно на двух календарях на солнечном и на лунном вот их сочетание которые год от года всегда бывает разным она и придает православному богослужению каждый год вот такую определенную ну свежесть новизну ни один год в точности не повторяют собой предыдущий но каждый год отличается от прежнего вот именно наложением совпадением вот этих всевозможных каких-то дат и праздников одни из которых имеет привязку к солнечному календарю а другие к лунному поэтому и пасха у нас выпадает совершенно на разные дни года и прочим праздники вот этого пасхального цикла также в разное время выпадают на разные даты от этого зависит зачастую продолжительность постов ну в частности поста в честь святых апостолов который может быть от трех недель до практически шести недели бывают равным по своей продолжительности великому посту от этого зависит это когда будет масленица когда начнется великий пост ну и поэтому вот такие вот особенности богослужебной жизни богослужебного устава православной церкви они каждый год обновляются полная ну что ли повторяемость она осуществляется на намного большим таком круге который называется великим индиктеоном великий индикте он занимает 532 года то есть каждые 532 года повторяется вот та же самая последовательность вот совпадение солнечного и лунного календаря до которые совершались вот в этот период то есть вся возможность вариантов укладывается в 532 года и каждые очередные полтысячелетия существует вот определенная повторяемость всех этих даты этих совпадений но к счастью это цифра которая имеет действительно прямое отношение к астрономическим и в наши с вами жизни она в общем-то имеет такое достаточно отличенное значение вряд ли мы с вами когда-нибудь переживем один великий индикте он и вступим в другой слишком редко происходят эти смены индикте онов для того чтобы можно было как-то ну всерьез как-то к нашей жизни иметь какое-то вот такое непосредственное самое отношение но тем не менее начало обычного индиктеона начало обычного богослужебного солнечного года мы с вами вслед за нашими предками совершаем в нашей церковной жизни а надо сказать что вот этими индиктами этой системы вслед за византийской империи долгое время пользовались и западное государство западные европейские до тех пор пока сохраняли свою связь с византийской империи и в особенности конечно наше государство российское значительное историческое часть существование которого была связана именно вот с этим индиктом вот с этим византийским календарем от сентября до сентября и закончилась это только восемнадцатом веке то есть практически все даты которые мы приводим в отношении какого-то года до того как император петр первый в начале восемнадцатого века произвел эту замену мы должны корректировать именно на то что смена года происходило осенью и поэтому когда мы говорим о каком-нибудь 1655 например годе или 1556 и так далее то всегда любому историку приходится помнить что здесь требуется коррекция в отношении того что до сентября это еще этот год а начиная с первого сентября год следующий ну или наоборот что исчисление здесь должно совершаться смены лет не от января и новогодних праздников нынешнего времени а вот вот в согласии с традициями византийской империи и московского государства которая явилась наследницей этих традиций сохранила у себя ну а поскольку мы любим помним и бережем наше прошлое поскольку это прошлое имеет к нам самое непосредственное отношение в нашей церковной жизни то мы в этот день поздравляем друг друга с церковным новолетием хотя в каком смысле это действительно такой старый новый год то есть это гражданский новый год каким он являлся для церкви которая в первые века своего существования все-таки больше ориентировалась на лунный календарь чем на солнечный и только несколько позднее произошла вот это довольно сложная непростая потребовавшая усилий интеллектуального напряжения стыковка по соединению двух разных типов календарей в один церковный богослужебный календарь единый церковный богослужебный круг но вот вспоминаю эту огромную работу относясь к ней с почтением с благоговением мы сегодня и имеем повод поздравить друг друга с началом очередного солнечного года надеемся что урожай духовный урожай который мы за него собрали вознаградит нас за все те труды которые мы в течение него понесли обрадует наши души наши сердца и сделается нашим бессмертным бесконечным таким достоянием в жизни будущего века аминь внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео аминь 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 аминь